Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания в зависимости от того, что там у них есть. Цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Корея впервые появилась в серии игр Sid Meier's Civilization в третьей части, в дополнении Play the World. И с тех пор не исчезает с наших экранов. Хотя меня всегда удивляло, почему её делают научной цивилизацией. Вот вы считаете, что Корея научная страна? В шестой цивилизации место появления у неё прописаны холмы. Но это естественно, потому что уникальный район Кореи строится только на холмах. Кстати, есть цивилизации, у которых шанс появления на холмах повыше, чем у Кореи, например, у Эфиопии. С другой стороны, нам нужен только один холм в каждом городе. Хотя у меня есть на канале партия сетевая за Корею, где мне холмов почти не завезло. Правда, это была морская карта. Уникальная способность цивилизации называется «Три королевства» и даёт рудникам плюс одну науку, а фермам плюс одну еду рядом с уникальным корейским районом Савон. Лидер Кореи в шестой циви Сандок имеет способность под названием «Хворанг». Она даёт плюс 3% науке и культуре в городе за каждое повышение губернатора, включая первое. Уникальный район Кореи называется Савон и заменяет собой кампус. И, в общем-то, вокруг Савона и строится вся стратегия игры за Корею. Построить его можно только на холме, и он сразу имеет 4 науки за соседство. Правда, при этом Савон будет получать минус одну науку за каждый соседний район, кроме, правда, правительственной площади. Правительственная площадь всё-таки даст плюс 1. И, в общем-то, за счёт уникального района, по моему мнению, Корея наряду с Германией самая простая цивилизация для освоения в шестой части серии. Германия даёт много производства, что, по-моему, всем понятно, что с ним делать, куда отправлять. Корея даёт много науки, а при некотором везении ещё и много еды. Ну, потому что Савон вокруг себя фермам даёт еду, а рудникам ещё науку. И тут не надо заморачиваться с расстановкой районов, ромашек. Просто находите холм, на него ставите Савон, автоматически получаете плюс 4 к соседству, а это значит с карточкой в социальных институтах до плюс 8, а с карточкой на рационализм ещё больше можно получить науки. И вокруг Савона просто ставите фермы и рудники. Ничего сложного. Ну, старайтесь рядом с Савоном не ставить другие районы, естественно. Ну и кроме того, создатели игры решили, что Корее мало науки. Давайте ещё и губернаторы будут в процентном соотношении увеличивать её число. Тем более, что от игрока опять ничего не требуется. Просто даёшь прокачку губернатору, и он плюс 3%, плюс 6%, плюс 9%. Не думаю, правда, что вы больше трёх прокачек обычно даёте губернаторам, но даже плюс 9% это очень неплохо. Тем более, что, повторюсь, от вас ничего и не надо. Да, уникальный юнит у Кореи не самый крутой. Хвачха, ну, видимо, для того, чтобы немножко уравновесить, сбалансить, которая заменяет полевую пушку. Да, она открывается чуть пораньше, чем полевая пушка в порохе, а не в баллистике. И в производстве подешевле. Но дальний бой у неё такой же, ближний бой слабее, чем у пушки, так ещё и работает она, как будто это осадный юнит. То есть вы не сможете двигаться и стрелять на одном ходу. Хвачка может стрелять только если не двигалась. Так что я вообще не помню, чтобы я её когда-нибудь использовал в войне. Строю только ради того, чтобы получить очки эпохи. Зрители мои Корею распробовали и поставили её в своём голосовании на второе место сразу после Вавилона. Забавно, что в голосовании на самую слабую цивилизацию Корея заняла как раз последнее место. Хотя всё равно нашлось 27 человек, которые проголосовали за неё как самую слабую. Очень бы хотелось услышать их аргументы. А вот что в пользу Кореи написал Роман Полубелов. Корея одна из сильнейших. Мало её дешёвых крутых савонов. Так из-за способности Хворанг просто назначив всех губеров, с неба получаешь четверть науки. Я уж молчу про прокачку пингалы на науку. По культуре тоже особо отстаёшь редко. Кто-то может сказать, что Корея никакая без холмов. Но даже на старом мире найдётся какой-никакой холм для савона. Полностью согласен с моими зрителями. Я ставлю Корее оценку сильно. И ещё раз повторю, что это одна из лучших цивилизаций для знакомства с игрой. Потому что не требует от вас глубоких знаний шестой цивилизации. Но при этом даёт неплохие бонусы. И не наказывает игрока за незнание. Тем не менее, против Кореи вполне можно играть. Её бонусы, по моему мнению, точно не делают её сломанной. Но работают на определённый стиль. И уж точно будут востребованы у любого стратега, любящего поиграть через науку. Тем не менее, пожалуйста, напишите мне в комментарии, почему Корея в серии Сид Мэрс Цивилизэйшн постоянно считается научной цивилизацией. Да, я знаю, что Савоны — это образовательное учреждение среднего и позднего периода династии Чосон. Но, во-первых, это частные заведения. Во-вторых, они ещё и функцию храма в себе содержали. В-третьих, туда принимали только аристократов. Ну и в-четвёртых, это никак не делало Корею лидером по науке в нашем реальном мире. Ладно, всё, закругляюсь. Индейцы Кри впервые появились именно в шестой части Сид Мэрс Цивилизэйшн и продолжили политику Фераксис добавлять в игру малоизвестные индейские племена. Ну тут вообще проще простого. Сейчас Кри проживают как раз недалеко от штаб-квартиры Фераксис, и они, видимо, решили не заморачиваться с озвучкой, и просто позвали какого-нибудь дружбана, чтобы он поучаствовал в создании игры. Никакого особого места появления у Кри не прописано, так что по остаточному принципу, что останется, там и появится. Уникальная способность цивилизации называется лесные Кри. Даёт дополнительный торговый путь и бесплатного торговца после открытия гончарного дела. Кроме того, торговцы присоединяют к городам Кри нейтральные тайлы в радиусе трёх клеток. Но это означает, что когда вы отправляете торговца, и он движется по ничейным клеткам, они будут присоединяться к тому городу, из которого вы его отправили в радиусе трёх клеток. Лидером Кри является Паундмейкер, а его способность называется благоприятные условия. Торговые пути дают плюс одну еду городу отправления и плюс одно золото городу назначения за каждый лагерь и пастбище в городе назначения. Надеюсь, вы не запутались. Ну, в общем, если вы из столицы отправляете караван во второй город, то смотрите, сколько во втором городе лагерей и пастбищ, и такое количество еды вы получите в столице, и такое количество золота получите во втором городе. От каравана. Каждый ход. Кроме того, все союзы дают общую видимость. То есть то, что для других цивилизаций требует военного союза второго уровня, у Кри по умолчанию для любого союза. Уникальное улучшение называется вигвам. Его можно построить только рядом с бонусным ресурсом или ресурсом роскоши, но не рядом с другим вигвамом. Он дает одно производство и одно жилье, также одно золото за каждый соседний ресурс роскоши, и дальше дополнительно золото, еду и производство, постепенно, пока вы открываете технологии и социальные политики, так как картография, охрана природы, госслужбы, это вот все будет на вигвам добавляться. И, наконец, уникальный юнит Аки Чито. Он заменяет собой скаута, разведчика. Немножко дороже в производстве, 40 производства вместо 30 за разведчика, но зато ближний бой 20 вместо 10 у разведчика, и он сразу появляется с одним бесплатным повышением. Напомню, у воина сила 20, а это значит, что Кри может строить трех скаутов, а мы ведь все вначале в любом случае строим скаутов, и ими вполне спокойно запинать какого-нибудь зазевавшегося соседа. Три воина, да, и с одной бесплатной прокачкой, ну, правда, там, конечно, прокачка будет скаутов, то бишь не к силе, а там для перемещения по холмам лесам, но тем не менее, город взять могут. Так что будьте очень осторожны, если у вас в соседях Кри. Мои зрители, как мне кажется, немножко недооценили Кри, отдали почти 3% голосов и поставили это индейское племя на 32 место. Ну, короче, в серединке. Вот что пишет Стас Максимов. Не всегда на старте много выгонов и лагерей, но если повезет, со своими караванами можно разогнать рост до 80 жителей уже к 30-му ходу. Вигвам одно из лучших улучшений. Постоянный бонус 1 домик при соседстве с ресурсами можно получить клетки 3-3. А кичи-то хоть и не самый сильный юнит, но позволит выйти в золотой век и еще имеет силу воина. Не всегда везет со стартом, но можно взять быстрый темп развития благодаря вигвамам и караванам. А коллективная видимость просто приятный бонус. Ставлю 8 из 10. Соглашусь со Стасом, и вот тут у меня очень сложный выбор между средней и сильно, но все-таки такая довольно большая зависимость от старта, причем этот старт для Кри абсолютно не прописан, и поэтому цивилизация может появиться где угодно, именно что без всяких выгонов и лагерей. Я все-таки поставлю средняя. Тем более, только что я рассказывал про Корею, и по моему мнению, Кри послабее Кореи. Блин, ребята, монтирую видео и совершенно забыл о той штуке, ради которой надо Кри снизить оценку. Это ее музыка, их вот эти завывания. Есть среди зрителей, которые любят фоновую музыку Кри? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети, ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Кхмеры впервые появились в четвертой цивилизации, потом в пятой про них почему-то забыли и снова вернулись в шестерке. Место появления у них прописано на реке, причем выше, чем у кхмеров, вероятность появления на реке только у Нидерландов, так что я думаю, на реке они появятся в любом случае. И сделано это явно для того, чтобы работала способность лидера кхмеров. Но сначала о способности цивилизации. Она называется «Великий Барай». Акведуки дают плюс одно счастье и одну веру за каждого жителя. Ну, то есть, чтобы вы поняли, просто одно счастье – просто одно счастье. А вот плюс одну веру за каждого жителя. Кроме того, фермы рядом с Акведуком получают еще плюс два к еде, а фермы рядом со священным местом плюс одну веру. Вот тут вступает способность лидера кхмеров Джаявармана VII. Она называется «Монастыри короля». Священные места получают большой бонус за соседство и совершают культурный захват соседних тайлов. Кроме того, священные места дают еду, равную бонусу за соседство, а также плюс два жилья, если находятся рядом с рекой. Вот для этого и надо, чтобы кхмеры появлялись на реке. С этой способностью очень хорошо сочетается уникальное здание кхмеров – просад. Оно заменяет храм и само по себе дает плюс шесть веры, в то время как храм только плюс четыре. Кроме того, просад дает половину культуры за каждого жителя. Ну, то есть десять жителей в городе плюс пять культур из просада. Ну и не самое важное, плюс десять туризмов в городе с десятью жителями после открытия авиации и двадцать туризмов в городе с двадцатью жителями после открытия авиации. То есть, видите, да? Когда другим цивилизациям священные места дают только веру, ну там, конечно, зависит от верований, которые вы возьмете, то для кхмеров это и вера, и еда, и жилье, и культура. Плюс акведуки, которые многие строят все равно, дают столько же довольства, сколько пустой развлекательный центр, но при этом стоят дешевле и не требуют жителей для своей постройки. И почему-то акведук еще и дает веру за каждого жителя и еду вокруг. И вот вы практически с двух строений, только которое одно требует лимита жителей, получаете много веры, еды и культуры. А я тут еще не упоминаю верования, которые вы сможете взять. Может, кхмеры появятся в тропических лесах и возьмут трудовую дисциплину, или накорми мир, или пантеон вот на те же реки. Кстати, неплохая синергия с способностью лидеров будет. То есть, в принципе, кхмерам можно в некотором смысле игнорировать театральные площади, а при хорошем стечении обстоятельств и производственные районы. И веры будет немерено. Уникальный юнит кхмеров чем-то похож на уникальный юнит Кореи, называется Домрей, но заменяет Трибушета, не пушки. И все-таки поинтереснее Хвачхи. Да, это осадный юнит, но, во-первых, у него сила выше, чем у Трибушета. 50 бомбардировка и 40 ближний бой, в отличие от Трибушета, у которого 45-35. А во-вторых, что самое главное, он может атаковать после движения и игнорирует зоны контроля. Так что, в принципе, для осады городов Домрей точно посильнее Трибушета. Мои зрители довольно противоречиво оценили кхмеров. С одной стороны, в голосовании на лучшую, сильнейшую цивилизацию за них отдали голоса почти 10%, и кхмеры занимают 12 место. С другой стороны, в голосовании на худшую цивилизацию они заняли 10 место. Как мне кажется, очень много из моих зрителей, кто не разобрался, насколько кхмеры хороши. А вот Александр Ви разобрался и пишет. После последнего бафа кхмеры стали просто монстрами. Все их особенности завязаны на реках и прекрасны взаимодействуют. Если поспешить и суметь взять пантеон на реке, выходит, что одно священное место будет давать 2 довольства и 4 жилья. И весь этот бум в рост оправдывается. Ведь города с акведуком получают плюс 1 довольство и веру на единицу населения, что невероятно круто. Казалось бы, уже этого достаточно для мощной религиозной нации, но уникальное здание делает все только лучше. Просад дает половину культуры за каждого жителя, и туризм в зависимости от населения, с которым не будет проблем. И чтобы все это великолепие защитить, у нас есть Домрей? Неожиданное нападение ими застанет врасплох соседа, который видит, что кхмер растет и играет через религию. По итогу, как мне кажется, сильнейшая религиозная и одна из сильнейших наций в целом. Все бонусы взаимодействуют и нет ничего лишнего. Полностью согласен с Александром, я даже на секунду задумался давать сломанно или сильно кхмерам, но все-таки, во-первых, этими способностями надо воспользоваться, во-вторых, все еще многое зависит от места. Но в принципе, да, одна из сильнейших цивилизаций в целом. И все бонусы друг с другом взаимодействуют. Нет ощущения, что что-то из этого не пришли кобыли хвост. Так что ставлю уверенное, сильно, и обращаюсь к тем, кто голосовал за кхмеров, как за слабейшую цивилизацию, пересмотреть свое отношение. Вот и подошел к концу девятый, ого, выпуск рейтинга цивилизаций. Обязательно найдите время и посмотрите предыдущие 8 серий. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там же, кстати, есть ссылка и на сводную таблицу всего рейтинга. Ну и, конечно же, поставьте лайк и поддержите комментарием это видео. Дополните или, может быть, даже поправьте меня. А уж если вы сделаете спонсорскую подписку на мой канал, или оставите платное суперспасибо, конкретно под этим видео я вообще буду прыгать от радости. Порадуйте главного стратегичного сжеужика. Собственно, благодаря вашим донатам во время стримов или отдельных пожертвований через PayPal с пометкой на рейтинг цивилизаций, эта серия и вышла быстрее, чем предыдущая. Я действительно чувствую вашу поддержку, и это вдохновляет меня в это тяжелое время радовать вас рейтингом цивилизаций. Надеюсь, я помог вам отвлечься и расслабиться. Играйте в умные игры. Слава Украине! Жыве Беларусь! Ну и россияне, тоже соберитесь как-то. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok